здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях весна чуприков врач детский хирург комбустеолог московского областного детского ожогового отделения который находится мацом в московском областном центре охраны материнства и детства вот очень такая длинная большая аббревиатура но ясно одно что у вячеслав числа очень ну на на мой взгляд такая сложная профессия как вы стали кстати детским хирургом и в чем разница между детским хирургом и просто хирургом это самые наверное интересные вопросы самые частые задаваемых в общении с коллегами с друзьями или когда происходят какие-то медицинские форумы конференции где и детские взрослые врачи пересекаются на одной площадке я учился на лечебном факультете то вообще и не было никогда мечты поступить на педиатрический факультет они раскиданы по москве разных институтах все это не очень удобно иногда выбор делается исходя из сложностей до географии москвы тем не менее лечебный факультет это третий московский медный институт или же московский государственный медико-стоматологический университет он был семашка потом без названия потом имени евдокимова лечебный факультет там есть закончил 2016 году его и дальше была ординатура по детской хирургии выбор на которую пал учитывая опять же и целевое направление от люберецкой детской больницы она уже была в то время москвы 2016 году но как именно этот выбор полотно на детскую специальность я наверно не могу объяснить никогда я помню интервью детского хирурга леонида михалыча рошаля когда он отвечал на вопросы почему вот у него сын стал гастроэнтеролог не потому что он любит лечить желудки модель объяснить невозможно и поэтому у нас наверно также в профессии кто-то становится детским урологом не потому же что он любит лечить бочки только у детей а у взрослых нет это суммарно очень много параметров должно сойтись и даже банально вот в институте как было приходит человек на какую-то практику хирургия травматология не знаю терапии то изначально где-то на третьем четвертом курсе люди начинают уже немного разделяться кто-то хочет заниматься оперативной деятельностью больше душа лежит да да кто-то вот сугубо терапевтические специальности одно разделение прошло дальше мы изучаем клинические предметы в них уже начинается дифференцировка и так постепенно люди доходят до какой-то конкретной точки кроме того здесь преподаватели с большим педагогизмом здесь с меньшим и передуга и педагогизмом и энтузиазмом и соответственно ты идешь туда где тебе дают больше знаний и так сложилось сложилось наверное не только вот в моем случае и у всех наших коллег кто в мацом где работает кто учился на детских хирургов это всегда очень такой доброжелательная я не хочу другие специальности ни в коем случае как-то сторону подвинуть но внутри где детского коллектива детских специалистов профессий и кто нас учит наши старшие коллеги и товарищи и учителя это как-то всегда очень доброе отношение нравится специальность вперед давай пошли покажем научим и мы также относимся к уже ученикам которые у нас потихоньку начну нового раза ну я должен сказать что конечно это такой вопрос был для для зацепка потому что говорит мы сейчас будем и серьезным а важным и поэтому очень но у меня всегда было такое за эти уважение к людям которые занимаются мало того что ожогом да еще дети это все вместе и это какой психологически нужно иметь еще статус но это как говорится разговор для другой программы а мы поговорим сегодня все-таки об этой проблеме которая казалось бы ну понятно что всегда существует вероятность ожога у любого человека это у ребенка наверное тоже она существует может быть она увеличивается это уже зависит от того а как родители за ним следят но и у ребенка с ребенку как говорится меньше спроса на определенном этапе потому что он еще познает мир но тем не менее вот по вашей практике почему до сих пор вот детский цвет ожоговый центр так необходимы нужен почему мы не можем но сократить количество детских ожогов вопрос понятен и он тоже очень популярен очень хорошо что этот вопрос получится осветить сейчас кроме разного рода несчастных случаев которые происходят вне зависимости от ситуации внутри семьи где есть ребенок или же там бытовых каких-то проблем вплоть то взрыв пожар какая-то катастрофа это само по себе ну никто не застрахован естественно дальше стараемся помогать есть ситуации где есть специфический возраст и происходит какие-то более распространенные моменты ребенок до года как правило находится у матери на руках в кроватке могут пролить и на него что-либо это как бы случайно так называемые кипятки до ожоги термические горячими жидкостями горячее молочко уронили бутылочку крышка открылась облилили на ребенка но это все-таки реже дальше ребенок начинает изучать мир вот здесь все начинается все самые частые проблемы учатся ходить увеличивается рост ребенка руку вытянул дотянулся до стола на котором стоит кружка с чаем горячим кружка с кофе так сейчас наверное строят квартиры что все живут в студиях каких-то на малогабаритках вот этих легко достать и нет разограничения пространства дети добегают до кухни отвернулся отвлекся это самый распространенный рассказ родителей и это наверное не скажу что 80 процентов наших пациентов ну наверное 60 этого на эти дети и причем и даже и вот эти как бы самые распространенные дети такой патологии и с самым распространенным не самым тяжелым видом ожога есть более тяжелые варианты но даже они оставляют шрамы которые требуют дальнейшем пластической реконструктивной остановительной оперативной деятельности нашей и мы занимаемся этим тоже к следующей категории перри давайте да это уже дети которые поступают в школу и они начинают изучать мир по-другому по-другому уже начинают откручивать хотя можно и раньше откручивать всякие предметы ну ребенок решил что он химик и начинает играть в разные опыты в разные бытовые очистители иногда их забыл закрыть родитель иногда параллели на штаны ребенок уснул и там важно обжечься павом поверхность активным веществом не так не так легко но длительность важна можно параллели на штаны через час ребенок заснул просыпается и имеется уже ожог да химический уже ожог повреждения кроме того дети начинают помещать в розетки разные предметы да и это не только вот в районе школы это и 14-летний ребенок может сделать и трехлетний тоже электротравма это тоже все к нам кроме того старший возраст это дети которые начинают гулять самостоятельно по район району рядом казанская железная дорога и не только наши ветка ж.д. все ветки московской области это зацеперы и это очень тяжелые всегда травмы и даже скажу что бывает что и летальные летальные но тяжелыми детьми как правило занимаются старшие наши товарищи старшие коллеги заведующий и я сам младший в отделении на данный момент тем не менее нас активно привлекают к их лечению и чем дальше год практики тем все больше заведующий доверяет и дает лечить детей с более серьезной патологии которые требуют длительного лечения а это уже месяц и даже не в моей практике шеф ну вот лечил для ребенка пал полтора года ну я понимаю ну вот интересно получается конечно же существует такая наука статистика которая там все подсчитывает и по документам наверно тоже нужно почитать сколько у вас сколько в другом городе корр кратко листа примерно ну мы ведем эту статистику это отчетность обязательная которая требует минздрав и области и дальше по инстанциям около 700 800 детей в этом году по моему 8 860 прошло детей это в целом все кто поступил в ожоговое отделение это не только ожоги там примерно там 600 детей в прошлом году было это ожоги разные возраста разные дети это все тоже посчитано и человек 150 170 некоторые из них дважды госпитализированы это и все считается это дети которые поступают к нам на пластические операции выполняемые кстати говоря по полюсу омс для всех жителей россии и к нам едут камчатка сахалин мурманск вот давай же на якутии да во второй части поговорим конкретно о ну скажем об организации организационной части сейчас вернемся еще к вот этим вот мягко говоря неприятностям да то есть правильно понимаю что но ребенка тут трудно но есть конечно ему уже там не 12 лет начнем с такого до когда в принципе можно поговорить и по крайней мере папа с мамой думают мы-то уже сказали что он уже плохо себя вести не будет а дальше уже как судьба как карта ляжет но есть возраст который да там трудно еще о чем-то говорить то есть как тогда нужно быть чтобы избежать мы же помним что медики у нас прежде всего профилактика тем более опыт у вас есть и мы же еще не брали такую тему как ванночки всякие когда там тоже ингаляции проливают очень часто добавить горячей водички по старому методу дышать над картошкой то очень часто проливаются дети и самое плохое что ребенок болеет в этот момент то есть у него какой-то рви и еще и модели дополнительно происходит ожог который его-то перенести бывает очень трудно проливается как правило на лоно и бедра на брюшную стенку это все часто то есть проблема в папе с мамой по другому не только папа с мамой конечно любой должен быть ответственный к этому я вот прям строго призываю сейчас касается не только ожогов кстати берите от детей мелкие предметы обязательно все монеты чтобы он не дотянулся на самый дальний я потому что в животе находится все да да и очень плохие предметы это магниты мелкие дети проглатывают один магнит в одной кишке другой в другой они сдавливают одну кишку с другой перфорации вызывают следствие пролежни между магнитами это не мы это хирургическое отделение но тем не менее но тем не менее сюда же это тоже в ответственность родителей все горячие вот предметы кружки кофе максимально далеко от стола постараться пить горячий чай чтобы ребенок был в другой комнате это важно это важно потому что это может приводить к рубцовым последствиям после ожога с которыми не так просто решить у некоторых детей склонность к рубцам высокая к телоидозу где мы даже мало что можем сделать мы стараемся конечно применяем все методы 5 возможных методов лечения рубцов 4 консервативных 5 оперативный но не все так идеально косметично и самое еще что неприятное вовремя надо обращаться с последствиями сейчас давайте сделаем небольшую паузу напомню что нас гостях вячеслав вячеславович чуприков врач детский хирург комбустеолог а московского областного детского ожогового отделения который находится в мацом где и мы во второй части вот уже поговорим как сама идет работа вот когда дети поступают какой коллектив как идет вот этот процесс дождитесь напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях вячеслав числа чуприков врач детский хирург комбустеолог московского областного детского ожогового отделения которое находится в мацом где и вот в первой части ну мы может быть ничего особо нового не сказали я имею ввиду что детские ожоги знают что они существуют но как они происходят конечно и славич нам приоткрыл вот эти казалось бы банальные такие вещи вот особенно это наверно касается молодых родителей или кстати стареющих бабушек и дедушек которые тоже могут не уследить верно когда ребенок остается с старшим поколением конечно сложнее добежать остановить ребенка это не обходится нужно вот умный дом у нас есть сейчас такое словосочетание умный дом да наверное должны быть умные родители если так вот выразиться давайте поговорим об отделении потому что это целое детское ожоговое значит эта проблема серьезная и вы сказали что у вас это большой да довольно таки коллектив кто вообще работает в этом центре коллектив состоит из пяти человек так врачебного персонала это заведующие и 4 врача то мы же называемся ординаторы когда научимся мы знаем все клинические ординаторы врач ординатор это обычный врач рабочая лошадка 4 врача и заведующий и также сестринский персонал во главе с старшей медицинской сестрой всех перечислить невозможно если необходимо могу врачей перечислить ну хорошо но я имею ввиду то есть это много или мало для ожогового центра я сейчас хочу понять могу сказать так что я пришел в отделение в восемнадцатом году до этого доктора работали в четвером до заведующий и 3 врача и это было непросто ну недаром посчитано количество кое количество поступающих за год статистика известно выделяется на это количество ставок и работая в пятером всем гораздо чаще комфортней выходить с работы вовремя работа такая что вовремя бывает не уйдешь еще и как они а выходные поработаешь но в пятером работая гораздо удобнее формируется рабочими я так понимаю что есть еще некая тема дежурства и есть тема что каждый врач закреплен за палатами правильно или как у нас у нас немножко другой принцип я считаю очень здравым во всех отделениях в по-своему и все имеет право на существование в некоторых отделениях врач ведет палаты в некоторых отделениях этот врач ведет там мальчиков этот девочек этот экстренных там мальчиков этот плановых девочек потом происходит ротация у нас принята такая позиция подход заведующий распределяет детей поскольку мы такой в плане психики психологии вернее за тяжелое отделение да и людям очень страшно и все люди разные и мы разные за счет вот этой вот грамотные дипломатии внутри отделения врач выделяется пациенту исходя из вот таких особенностей общения кто-то более тревожный он получает одного врача кого-то надо выдержать в ежовых рукавицах чтобы спуску не давать тому другого врача и он там у нас распределяется распределять какой врач в ежовых да я бы не сказал бывают разные пациенты потому что иногда идешь приемный покой когда вызывают на ребенка не знаешь кого получишь то есть сложно объяснить это вот это очень интересный момент потому что у нас здесь много было представители медицинской отрасли самых разных у каждого своя судьба ну как медика и своя история лечения но тем не менее мы понимаем что ожоги да вы сами сказали что это такая говорится и и представлять даже не хочется но тем не менее дети какая должна быть псих 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 психическая подготовка психологическая подготовка врача работающего не просто с детьми с детьми вот которые находятся вот практически криком критик ну на самом деле вот в течение шести лет нет простите пяти лет пятый год только начался тем более доктора работали вчетвером и особо желающих не было чтобы кто-то шел работать вот в такое специфическое отделение причем некоторые там кто-то хочет заниматься там только ожогами и дальше пациента не ведет мы ведем его от приемного покоя до последней пластической операции или опять же подход нашего отделения это кстати говоря вот подход и персональный от специфического общения от каждого доктора коннект такой с пациентом происходит до последней пластической операции хотя иногда они выходят за границу 18 лет это очень позитивно и заметно что мы видим чаще позитивные уроки отзывы мы видим более радостные лица при выписке чем более такой формальный подход палата твои мало то не твои она тем не менее оборудование лекарства как вот у вас оснащена ваша организация медицинская всем необходимым там где дети с ожогом связи с тем что сейчас есть специалист по левой пятке специалист по правой пятке я очень очень грубо говорю для каждая специальность сейчас выделяется в отдельное звено то практически а комбустеология нет комбусте ожог логос изучать изучение ожогов вот специальность как травматология или что то еще мы смежный специалист между хирурги и травматологии чаще всего в детстве тем более где и ожоги и оперирует пластику работают хирурги чаще у взрослых где ожоги там работают травматологи и допустим нет пластики тому же не нужно нет нужна но чуть меньше у детей чаще ребенок вырастает она требуется дальше я веду к тому что на данный момент мы являемся одним из первым и одним из первых отделений в россии детских ожоговых на заре вот вот в середине 80-х годов восемьдесят шестом году больница открылась и не совру какого числа в сентябре восемьдесят шестого года начала раб начала работать ожоговое отделение и тогда это было не нужно еще есть есть она налажена маршрутизация дети получают помощь слава богу вообще а теперь лицензия 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 и мы сейчас наконец-то до нас нашла очередь что мы проходим лицензирование это влечет также увеличение увеличение количества оборудования которое действительно нужно которое тоже невозможно но есть до новые подходы а ног к лечению именно вот да я бы сказал наверное что велосипед большей частью изобретен но расслужение велосипеда по продолжать но есть дерматомы с более тонким тонкой настройкой лезвий есть перфораторы кожи для того чтобы взять маленький кусочек перфорировать его закрыть на большую площадь с разной как с разным коэффициентом перфорации и конечно мы бы это применяли более персонально для каждого для каждого пациента ну а так приходится быть иногда кулибинами конечно как и везде в россии наверно это неплохо потому что помести к нам любого иностранца он у нас просто не выживет и на мы сделаем и сделаем еще и классно еще и лучше многих потому что глядя на некоторые конференции еще когда все страны были более дружные и можно было до к вида ездить общаться со всеми надо смотришь примеры работы думаешь ну здесь не доделано или вместо трех этапов можно было сделать за 2 до за 2 да да мы стараемся симультантные операции применять за один наркоз мы идем двумя бригадами там один два врача работают там на стопе два врача еще на одной стопе или там ручка и ручка там надо выпрямить пальцы после контактных ожогов тоже кстати наша патология упасть на батарею идем двумя бригадами потому что одна рука там полтора часа вторая рука полтора часа не триж часа оперировать еще и устаешь ну да хорошо и есть как вот происходят как люди к вам попадают в московской области это маршрутизация классическая это и скорая помощь и медицин катастроф и санавиация у нас есть вертолетная площадка мы принимаем и детей по доставленных с вертолета такие случаи очень часто и это активно используется это хорошо когда особенно ребенок если требует реанимационной помощи быстрее его доставить лучше сразу начать правильно лечить наши уважаемые реаниматологи доктора на это настроены и мы работаем как бы не только в своем отделении еще и в реанимации где рога де реаниматологи ведут главную деятельность но приходится перевязки делать и в реанимации и перевязки под наркозом в реанимации потом забираем детей в свое отделение это не реанимация в прямом смысле слова что прямо-то реанимирует и реанимирует человек чаще всего это интенсивная терапия и это тоже тяжело и это не меньше то с чем реанимация просто для обывателя это могут быть несколько похожие слова поэтому я понимаю что завершая наш сегодняшний разговор что а как бы центр есть центр с историей в центре свой особенный подход и свои но скажем так правило которые ну понятно что есть общие министерские правила 1 на есть именно те которые ну можно так сказать выстраивать ту работу которая существует обратная связь дети которые и родители которые вот выходили вы черт там греха той верно она существует то как раз о чем я хотел сказать и запнулся важный момент который стоит озвучить чтобы все знали и распространить информацию максимально включая любое сарафанное радио это очень хорошо работает в россии к нам можно попасть на лечение ожога острого ожога но это ближайшее окружение в московской области во всех вокруг во всех областях вокруг московской области свои есть ожоговые центры или койки в отделениях там займутся и помогут но последствиями займутся не везде есть пластическая реконструктивная восстановительная после ожоговой хирургии мы ей владеем все доктора у нас оперирующие и попасть к нам можно по телефону все наверное контакты будут написаны мы я вам все расскажу и в том числе через интернет мы ведем страницу социальной сети нас нет не так сложно найти московской областной детской ожоговое отделение вот так пусть и дадут пусть немножко же надо можно написать в директ можно написать сообщение можно позвонить по рабочему телефону это все есть в интернете можно просто погуглить даже где мы находимся там будет сайт позвонить в сам мацомт и выяснить и попасть к нам ну я думаю что так и сделают наши телезрители потому что за всей россии со всей россии по полюсу ум с по полюсу по полюсу мы с очень важно и словить вашем лице всем вашим коллегам большое спасибо потому что я передала хочется так представить что 50 врачей а их всего пять вот плюс конечно же весь сестринский персонал который тоже это особо тут взрослых представишь себе иногда у которых ожога нет они как дети себя ведут а что же там происходит когда ребенка ожог болит только-только вот поэтому это такое особое дело поэтому спасибо вам большое вам успехов вот и за вот то что вы говорите за подходы когда не просто так лишь бы как говорится ну папа по факту можно решить вопрос но можно его решить скромнее а можно с душой до понимать мы предпочитаем с душой с душой поэтому вам удачи всем родителям еще раз хотим напомнить вот огромный доктор сидит здесь целый врач который вам еще раз напоминает но следите за детьми это же ваш ребенок но подождите пока у него уже но наступит время когда не нужно будет оглядываться нам надо выдержать этот период но это вот на пустом месте иногда создаем проблему важный момент стоит озвучить даже если время истекает это первая помощь потому что намазывание маслом прикладывание к что делать картошки капустного листа это не работает это на иногда даже вредит некоторые даже солью сыпет на ожоговые раны плохо стало так ну и мы тоже удивляемся крик прям критически в первую очередь надо устранить повреждающий фактор повреждающий фактор при чаще всего кипятки да это высокая температура рах нужно рану охладить не надо пугаться того что там пузырь пузырь лопнул и что и прям туда что воду лить из пока из-под кора долить таким образом можно 10-15-20 минут хотя бы мокрое полотенце хотя бы обмахивать мокрым полотенцем положить повязочку просто там марлю сухую марлю бог с ним намотать никакой перекиси водорода никакого спирта просто отграничить от внешней среды и дальше можно там дать ребенку нурофен если нет аллергии по рацетамол элементарно ждать хоть что-то дальше скорая помощь один вызывает другой оказывают перу пол это очень важный момент и таким образом с помощью правильного оказанной первой помощи мы сокрыть сокращаем время лечения вместо третьей степени будет вторая ну а у третьей есть последствия рубцовой а второй уже нет и вместо месяца мы лечимся две недели или 10 дней вот подумайте пожалуйста очень важно весла человек чуприка врач детский хирург комбустеолог московское областное детское ожоговое отделение теперь вы его знаете если надеюсь все таки не понадобится вам но тем не менее нужно знать а может быть понадобится кому-то из родных близких знакомых знаете куда обращаться спасибо вам огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко следите за собственными детьми до свидания